Девочки, всем привет! Только у меня могло так случиться. Мне сейчас идти на утренник к ребёнку. Я планировала идти в блузки. Помните блузка, девочки? Куда смотреть? Надо, блин, неважно. Выгуливаю своё колечко, блин, с бриллиантами. Блин, девочка, меня трясёт. В общем, я всё, я оделась. Думаю, всё, губы накрасила и буду одевать блузку. Одела. И глотнуть решила кофе. И я облилась. Девочки, и я облилась. И у меня какие варианты? Я захожу, у меня одни футболки висят. Тупо одни футболки. А блузка, ну чего, я сейчас пока её застираю, пока она вся, если, ну, она помнётся, короче. Вот, я вот так выгляжу. В общем, вот как-то так. Это, по-моему, беру оптом. И на Новый год я была в ней. Хорошая, слушайте, я её как одела только. Ну, как-то так. Не знаю, как тут крутиться, вертеться. Как только её надела... Надела. Ладно, сейчас мне простительно. Ну, всё, ну, вариантов больше нет. И вы знаете, мне нравится. Вот что я хочу сказать. Короче, мне нравится. В ботиночках. Вот как-то так. Ну, немножко надо втянуть животик. Она такая, видите, ну, свободненькая. Блин, мне нравится, реально нравится. Ладно, всё, мне некогда. Встретимся уже, наверное, там с вами. Там с вами или уже позже встретимся. Короче, как-то так. Просто всё, и Василёк ещё должны привезти. Сейчас звонили. И я время потратила. Ну, вот у меня что. Ой, пока одевала-то, блин. Прическу испортила. В общем, в общем, мне нравится, как я выгляжу. И я комфортно себя чувствую. Я понимаю, что там могут быть наряженные, нарядные мамы сейчас. Но у кого что есть, тот в том идёт. В общем, как-то так, девочки. Всё, до встречи позже. Позже уже наступила. Вот так я выгляжу. Но здесь у меня клетка, здесь горошек. Не, мне не портит это настроение абсолютно, девчонки. Ну, всё нормально. Ну, знаете что, блин? Что? Ничего. С меня это никто не снимет, а другой не одет. А сейчас я поеду козьями тропами. Не пойду на эту остановку, которая близко, а пойду, которая дальше, чтобы быстрее приехать и там, ну, примерно одинаково идти. Никто меня там не уедет. Ну, как-то так. Да. Блин. Ай, только у Оксаны такое могло случиться. Всё, девочки, пойдём. Иду, как корова, по льду. На своих каблучках маленьких. Никого нет, девочки, никого нет. Ни одной живой души. Одна я. Ничего? Нормально? Сейчас сразу ноги, наверное, встанут. Катя, не знаю. Я же ещё для скорости рукой машу, как это. Как кто, скажите мне. Кто-то ходит. Ой, дуванчики, девочки. А мне вчера Арсений, покажу вам, потом там и приду, принёс. Когда пришли они, я же не знала, сурепку подарил. Помните жёлтые цветочки, которые мне писали, короче, как называется, я запомню. Но я раньше знала это название. Не знала, как выглядит. Блин, придётся обходить там грязно. Ну, как бы я не сильно иду, но отдыхалка-то сбивается, когда говоришь. Можете попробовать, сами проверить. Пойдёмте, девочки. Блин, волнительно. Нет волнения внутри такого, а просто волнительно. Нормально, нормально. Здесь люди уже немножко есть. Смотрите, сколько дуванчиков. Погода хорошая. Показываю, где иду. Красиво. Одно местечко такое ухоженное. Девочки, иду. Уже ближе к маршрутке. Ну, смотрю такая, а потом вспоминаю, что там же объезд. Дороги стали там делать. Блин, господи, говорю, куда мне идти-то теперь? Женщина шла, я говорю, вы не подскажете. Ну, в общем, в принципе, сюда. И просто она немножко одно место объедет там. Я говорю, сильно будет объезжать. Где мне надо выйти? Я попаду. Она говорит, да, все нормально. Пусть едет. А то не дойду до утренника. Машите. На ленд-крузе. Он думал, что я его снимаю. Остановился и махать начал. Девочки, вы представляете? Вот я сейчас поеду маршрутка. Я буду бежать вперед. И волосы назад. И коленки все в крови. Ну, я побегу. Я просто не вижу. Вижу. Девочки. А, это паркуется. Другая. Ну, остановка так же, как и есть. Просто немножко по-другому поедет. Ладно, нормально. Успеваю. 15 минут 10. У меня в 10. Хорошо, что вы у меня есть. Хорошо, что я не одна. Это, знаете, бывает одно. Стремно. А мне не стремно. Девочки. Блин, жарко. Солнышко свете жарко. Когда нет солнышка, прям свежо. Ладно, нормально. Здесь красота. Вы видите что-нибудь? Я не очень. Если честно. Все, ушла к установке. Помните, я вам уже показывала. Красиво. Лиственница, да? Красиво. На фоне вот этого здания. Автобус едет. Нормально. Я поеду на автобус. Все, девочки, доехала. Это я смотрела автобус просто. Тут надо, когда он останавливается, назад уйти, чтобы сюда пройти. Какая красота. Май месяц. Да? Как красиво. Ну, не с этой стороны. Что говорю? Вспотела. Сижу. Капельки пота, блин, встекают. Девочки. Ну, простите, что я вдаваюсь. Господи. Вдаюсь в такие подробности. Кто меня там сейчас задал? Вот у вас. Вот, вы знаете, я всегда опаздываю. Я сейчас за час планировала выйти и идти на эту остановку, ехать здесь. Кстати, ехать он объехал так, как мы выезжаем из нашей стороны, да, там от дома. Там сквозного движения нет. И по этой дороге все нормально, прям меньше пяти минут. Только вначале дорога плохая, он ехал, и я думала, я буду быстрее идти. Ой, все цветет. И вот мне сейчас по прямой стартовать. Времени, наверное... Вот, только автобус уехал. А я уже сколько прошла? Времени, наверное... 35 минут. Я сейчас просто когда включалась, 31 минута была. Ну, не 35, может, поменьше. Сколько там болтаю? Девочки, как красиво. Как красиво. Очень красиво. Ладно, пойдемте уже. Все, здесь уже близко осталось. Я могу успокоиться. Красиво. Мне? Мне? Спасибо. Спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чтобы ручками писать, приготовим мы кровать. Девчонки! 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 Кто альбом раскрасит наш? Ну, конечно... Яролаш! 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 Чтобы вдруг он не пропал, уберем его... Подвал! Яролаш! Девчонки! В первом классе у учительницы было четыре любимчика. Двух любимчиков учительница взлюбила после того, как подпилили ножки ее стула. В школе вы готовы! Да! Да! Вижу, в школе вы готовы! Что у нас всталочки? Так, вы сидите! Что вы можете сделать? Учитель ходит? Надо сесть! И поскорее завтрак съесть! Ребят, что надо сделать? Стать! Стать! И поздороваться с учителем, конечно! Ладно, следующий тебе вопрос! Скажи, пожалуйста, идет урок? Тишина! А тебе очень хочется ответить! Ответить хочешь ты? Скачи! И громко-громко закричи! Руку поднимать! Вот, руку надо поднять сначала. А ты и как поступишь? На уроке ты болтай, как заморский попугай! Тихо! Ребят, как надо идти в тебя? Тихо! Тихо! Не разговаривай! Что ты слушаешь? Ты заработал на восток! Через север, через юг! Возвращайся в дело в круг! Жизнь восьмой! Тихо! 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 Нам нужны такие корабли на море! Чтобы мы могли с любой волной поспорить! И тогда нам войти в наш семья! И тогда любой из нас уроки! Хоть всю жизнь служить военность! Потом нам являемся! И тогда они известны все занимающимиatar, Своей, совместителем до сих пор машини! Тихо! Одинолжение благодарит когда theta your herself Мы помним, как играли, и сколько было здесь затей, Как рисовали вечерами, как принимали мы гостей. И третий звонок веселый позовет впервые нас. Мы пойдем в большую школу и просторный светлый класс. До свидания, до свидания, наш любимый детский сад. Ты сегодня провожаешь первый класс в твоих милях. И прощальный взгляд подарит глаза, печально улыбнуться. Кончится глава, прозвучат слова. Мы уходим, чтобы к вам опять вернуться. Песни озвучат, и прощальный взгляд подарит глаза, печально улыбнуться. Кончится глава, прозвучат слова. Мы уходим, чтобы к вам опять вернуться. Мы уходим, чтобы к вам опять вернуться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СМЕДАЛЬКА Уведимся дома. Побежал, увидел, что калитка открыта. Это как раз Федина площадка. Надо закрыть. Пока-пока, беги! Ты мой золотой. Взрослый, совсем взрослый! иди уже иди ладно я пошла хороший день тепло отличное настроение я даже почти не плакал почти почти не считать иду девочки прям медленно в шагом так хорошо и удобно идти стоять ноги устали я не сидела мне чтобы выше было так классно идти вообще и думаю пройду наверное мимо бывшего дома прямо через двор и поеду на той маршрутке которая дольше едет все такое настроение у меня хорошее и знаете что а потом жене в поликлинику раз память почищу а чё в поликлинику приду в поликлинике вам все расскажу хотя может вас с собой девочки наш дом вот откуда у меня любовь к дуванчикам много лет здесь жила поэтому отсюда любой но память у меня все все кончилось но решила вам сразу показать сейчас буду дорогу переходить и поеду домой девочки пошла в поликлинику стою жду маршрутку решила вам привет передать вот вам привет болит ветер подул затылок всю прическу испортил ну ладно ничего страшного сейчас поедет все пошла снимаю на старый телефон потому что там обрабатывается вчерашнее видео так что вот пошла домой приду все расскажу девочки я уже дома и посмотрите какая у меня красота стоит глаз радует это сурепка или турепка сурепка по моему вот мне арсений вчера подарил просто они пришли из сада его мама то тебе из-за спины достал знаете когда видишь допустим на даче или где-то что несет это приятно но ты же уже видишь а здесь просто он такой фильм уже раздевается и арсений достает так приятно было девочки очень приятно которые я вам показывала красивые да так я пришла и вот что я купила вот это я купила когда ехала ну вот мучное когда ехала на ташкентской короче два кекса типа они творожные по 32 рубля девчонки они большие они прям ну блин но они прям большие маковая тоже штука 30 чем-то рублей там до 35 по 35 по 14 рублей пирожная картошка в молочном шоколаде они маленькие если вот не как обычное пирожное и по 5 рублей два вот таких апельсиновых чупа-чупсы дети будут рады до пирожные картошка люблю надо было себе тоже лёжу купить ну что-то я нет не подумала кунжут взяла я кое-что уже пекла в общем кольца с кунжутом ну точнее кунжут сверху кольца творожно-сырные и завтра наверное испеку как завтрак вообще идеально прям идеально я думаю дети не будут есть нет нормально нормально вот вечером с чаем пить не будут потому что это творожное сыром сверху кунжут я чуть-чуть посыпала у меня остатки были здесь сейчас купила 15 или 20 рублей стоит я так и не поняла я без очков было вот буду печь получится засняться сниму не получится в другой раз сниму потому что буду теперь делать на регулярной основе понравилось нам так редиска девчонки я ее не сильно люблю дети не едят лёша любит вот я не люблю на даче всегда сажают два раза вот в сезон если она не горчит я еще могу есть салате так просто грызть нет ну вот взяла для салатика вот такие помидорки мне порекомендовали большие она горит очень вкусные 217 рублей игры давайте две штучки ну вот сегодня у нас на ужин будет салатом два огурца и одна помидорина и редиска и завтра также крылья бедра сегодня в духовке запечем с картошкой может быть пюре сделаем ну вот как-то так и девочки передо мной просто люди брали в сабиновском магазине это украинское копченое домашнего копчения что-то колбаска его давайте мне тоже она не бюджетная четыреста чем-то рублей стоит ну килограмм не не скажу насколько мне это вышло но я так захотела вы просто не представляете себе ногти мне очень нравится девочки я это неожиданно это вот прям очень неожиданно я когда их вижу мне прям нравится цвет не бить не бесит и масло периодически я в сабиновском магазине такое беру божья коровка вроде бы как натуральная я причем это магазин который находится ну не здесь у нас я говорю как масло кстати божья коровка на горит хорошее сливочное масло но я знаю что он хороший мне интересно было что она скажет в общем взяла вот такое вот масло на 99 рублей стоит отличная цена вот такая вот у меня получилась закупочка и вот такой у меня букетик сейчас за штативом шла и мимо прохожу вы посмотрите ну я их вчера поливала девочки я вчера поливала они подвяли здесь щель открыта просто щель она чтобы сильного сквозняка не было и шторы рулонные закрыты вот весь день специально я знала что будет солнышко не стала открывать они подвяли сейчас надо будет их полить перцы нижние листики только так вроде видите держатся нормально а вот помидоры земли не очень много видимо и быстро они все в себя всасывают впитывают ладно сейчас полью девочки сейчас быстренько с вами немножко поболтаю солнышко светит все хорошо но завтра показывает по градусам тоже все хорошо но с 9 утра до 4 но я пока могу только на 4 посмотреть не захожу в завтрашний день а просто пролистываю дождь девчонки весь день дождь это как вообще но там показывает 66 процентов в основном то есть как он с промежутками будете я расстроилась потому что я хочу на дачу прям хочу на дачу вот прям хочу я не знаю что со мной я прям хочу на дачу хочу там что-нибудь поделать земле покопаться я говорю я там стала заземляться прямо заземляться у меня мозг отключается я вот занимаюсь чем-то там своим и как-то вообще ни о чем не думаю за ваше здоровье дорогие за наше за всех здоровья я как сяду там кто-то из мальчишек начинает эту машинку катать которая очень громкая очень громкая вот ладно сходила в поликлинику зря что я хочу сказать я же записалась к терапевту все бы ничего я пришла к терапевту и говорю мне нужно записаться к эндокринологу она говорит записывайтесь игры в смысле в колл-центре а я говорю а как бы это а вы она к этому не записываем колл-центре класс ну что сказала спасибо до свидания вот но я не жалею что я съездила ну как-то вот я развеялась вообще у меня сегодня какой-то такой знаете на лайте и настроение хорошее погода хорошая день красивый в общем все хорошо я думала буду расстроена потому что после предыдущих утренников как бы я так эмоционально выматывалась не отслушать я прям нормально себя чувствую отлично даже я бы сказала странно странно вот пить хочу девчонки пить хочу я когда пришла приехала я приехал где-то в час начале 2 поела немножко плова вот еще остался даже даже всем бы хватило потому что я большую сковородку сделала вот немножко поела перекусила но вот сейчас я вроде бы есть хочу на больше пить хочу поэтому налила стакан воды времени 1707 просто скоро мои придут я на тыквон до сообщила что наверное не придут не наверное а просто но устала все не устал я больше чем он вчера ческал я на тихий час спать не буду в саду вот уже нам скинули фотографии ну именно фотки там видео еще может быть есть аниматор же пришли там развлекали их после тихого часа это было 15 15 когда скинули видимо начали развлекать вот и поэтому ну куда ему еще тихондо я буду ладно да ладно короче и у лёши тоже спросили уже говорит я не успеваю они там красят им надо докрасить они вот-вот объект сдают поэтому даже ладно я не успеваю торопиться не буду его не надо пусть не идет ну и ладно вот как то так девочки что еще рассказать больше рассказать ничего не знаю будет хорошая погода поедем на дачу не будет хорошей погоды нифига не буду снимать я буду снимать как раз вот и монтировать вот это видео тогда тогда да сегодня я не буду монтировать сейчас мне надо будет вот как раз таки загружать предыдущее видео видите опять задержка на один день когда у меня влог получается длинный я его делю на две части у меня получается что я оба два не могу загрузить на две части в один день но физически не успеваю получается он переносится вот на следующий день так что так что что все сейчас замариную курицу картошку почищу и мои придут решим будет в духовке курица с духовку с духовкой или пюрешка что там захотят кусает и лезет все тогда спасибо девочки что были со мной и с нами всем хорошего настроения крепкого здоровья всех благ я не прощаюсь и говорю вам до свидания я знаете что я вспомнила сейчас в каких моментах я обычно плачу когда вот все мило мило какая ну какая-нибудь идиллия да ну я от счастья плачу и когда прощаются вот сегодня типа все до свидания мне даже арсений потом сказал мама горта я заплакала я грачу заплакал он говорит как же он сказал грустно или как-то он сказал я готов что прощаешься с садиком гряда это ты видела я говорю нет а я не видела потому что я тоже сама периодически плакал когда у меня слезы текли отворачивалась потому что у меня мальчишки тогда если я плачу бывает воткну в телевизор и запчет федя подходит мама ты плачешь я говорю есть немного вот и на утренниках тоже мне потом спрашивают мам ты плакала а почему ты плакала я говорю то что я люблю ну а они же переживают из-за этого и поэтому в такие моменты я стараюсь отворачиваться но если уж не могу а то если отвернусь я могу всю программу пропустить приводите поэтому все равно я федя как мне сказать я же не плакал горит мама у тебя глаза красные красные были понятно а еще очки увеличивают так что вот так что девочки все всем пока